Ситуация с коронавирусной инфекцией остается непростой. Число новых подтвержденных случаев изо дня в день то ползет вверх, то постепенно снижается. За минувшие сутки плюс 545 зараженных. Из них лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 65. По регионам городе Бешкек 9, Чуйской области 12, городе Ож 7, Народской области не зарегистрировано, Высокольской области 1, Таласской области 4, Джалабадской области 18, Баткенской области 9 и Волжской области 5 случаев. Тем временем больные в стационарах быстро идут на поправку. Сегодня выписали больше 1000 пациентов. Это в основном те, кто проходил лечение в столице. За сутки от COVID-19 и вне больничной пневмонии вылечились 1091 человек. Из них в Бешкеке выздоровели 329 человек. В Чуйской области 84, Волжской 85, в Таласской 48, Нарынской 67, Высокольской 137, в Джалабадской области 195, в Баткенской 70 и в Аше 76. Однако у некоторых медиков, которые, не смыкая глаз, дежурят в стационарах и спасают жизни, к сожалению, ПЦР-анализы по-прежнему выходят положительные. За прошлые сутки 8 человек. Из них в городе Ож 3, в Ожской области 1, в Джалабадской области 3 и в Таласской области 1. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 2691 случаи. Из которых за сутки с выздоровлением выписано 8 медицинских работников из стационаров. И из домашней самоизоляции с выздоровлением выписано 34 медицинских работника. Всего по республике выписано с выздоровлением 1520 медицинских работников. На брифинге республиканский штаб пояснил ситуацию по оказанию гумпомощи медикам. Накануне представители волонтерских движений выразили недовольство отказу медиков в помощи. Волонтеры объяснили это тем, что якобы медработники должны отчитываться о полученном перед руководством. Никаких подобных запретов со стороны министерства не давалось, заявили Минздраве. Со стороны Министерства здравоохранения никаких официальных указаний, официальных приказов о запрещении приема гуманитарной помощи со стороны международных организаций, со стороны населения, со стороны бизнесменов, от волонтеров. Не было издано таких указаний со стороны Министерства здравоохранения, не направлялись ни в один регион страны. И, конечно же, пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность всем тем волонтерам, международным организациям, бизнесменам, предпринимателям и просто простым людям, которые с самого начала эпидемии в трудной для минуты страны оказывали быструю необходимую помощь. Отметим, Кыргызстан в списке среди стран Содружества по количеству зараженных коронавирусной инфекцией стоит после Казахстана. Там больше 84 тысяч зараженных вирусом. В нашей стране же общее число составляет порядка 33 тысяч. Далее Узбекистан – 21 тысяча. И Таджикистан – 7 тысяч инфицированных. Айгирим Бараканова, Эмиль Талайбеков, Пирамида.